Друзья, приветствую вас на моем канале. В сегодняшнем видео будет разбор партии двух голландских кроссмейстеров Стефансона и Пикета. Партия довольно короткая, всего 18 ходов, поэтому много времени у вас не займет. Но тем не менее она будет полезна как и для тех, кто только начинает свой путь в шахматах, так и для тех, кто уже давно им занимается. Итак, Стефансон играет белыми. Белые начинают от короля, играет Е4. Плавно дело переходит в Сарианскую защиту. С5, К3, К6, Д4. Довольно стандартный вариант, поэтому мы по нему быстро пробежимся. Д6, дальше сервисон G5, где в дальнейшем может быть связать коня черных. Е6. В пальце последовало ФСД2, А6. Белые ушли в длинную. А6. И здесь важно, что нельзя отходить на Н4, так как в этом случае он становится беззащитным и в принципе ничего не мешает черному коню отнести пешку на Е4. Например, как в следующем варианте. Конь Е4. И после размена легких фигур и перзей, за черными лишняя пешка и преимущество двух санов. Поэтому нужно отходить на поле Е3, после чего произошло дальнейшее развитие. Черные развиваются на Е7. Дальше Ф3. Конь Е4, тут стоит разумеет. Б5. Тут уже черные начинают брать инициативу на себя. Здесь, наверное, имеет смысл развиваться на Б7. Дальше как-то владеть С8. Перез А5. И вести линию по левому флангу. Но не стоит забывать также о рокировке. Потому что в такой позиции, когда белой фигуре эмирует в центре преимущество, за черных имеет смысл от своего короля как-то обезопасить. Вот. Белый ходит король Б1. Перез А5. Дальше А3. Сиди и не допустить Б4. И сейчас, допустим, при поле Б4. Белый конь спокойно уходит на поле А2. Владя Б8. Здесь, наверное, стоило сначала доразвиться. Потому что вот с такой позиции, например, непонятно куда стоит своего черного, белопольного слона в черном. А после Е5 можно поставить слона на Е6. И тут как-то больше перспектив, мне кажется, для атаки. Ну, после Владя Б8 уже белый в свою очередь берут контроль над пунктом Е5. Не даю двинуть пешку на Е5. Черный играет Б4. Происходит обмен на поле Ф6. Далее белый забирает пешку на Д6. Здесь черные делают неточный ход. Владя Б6. Лучше было пойти через Б6. И после такого размена КНЕ4 пошли и Б3. Вполне себе игровая позиция. А после Владя Б6 у черных, у белых, возникает возможность получить перевес позиции после хода Ф7. Черный уходит в рокировку. Черный делает рокировку. Владя Д6. Владю связали. Нужно как-то ее защищать. Поэтому единственный доступный ход для защиты это сон Д4. И дальше такой нехитрый. Размен происходит. Владя Б4. Еще раз подвязали. Владя Б5. И после ХСБЦ3 у белых уже значительно начисленный перевес позиции в материале. Две лишние пешки. Одна проходная. Но белые упускают такую возможность. Сыграв после Владя Б6 АБ. И здесь пешку на Б4 нельзя брать ни в коем случае. Так как на Владя Б4 черные остаются запасами слона. И после Е5 черный слон в принципе запирается. Еще хуже вариант ФСБЦ4. И как ни странно именно он в партии последовал. И в этой позиции я предлагаю вам поставить видео на паузу и подумать каким образом можно за белых получить материальный перевес. Итак я думаю у большинства из вас получусь найти этот ход. Белые играют слон Б5. На взятии в призем черные остаются без ладей. После он бьет Б5. Шаха на Д6. И запираем слона. В ходом Ж3. Ну а взятие ладей и вовсе ведет к мату. То есть если здесь есть ладей. Дальше последовать персию 6. Персию 7. Король Е8. И дальше ладей ставим мату. Ну а на этом у меня все. Ссылку на партию я оставлю под описанием к видео. Если вам понравился разбор ставьте пояс вверх. Пишите в комментарии какую партию хотели бы чтобы я разобрал следующий. Подписывайтесь на канал. И пусть Каиса будет всегда на вашей стороне.